Всем привет! Вы смотрите Как Так. Этот выпуск навеян погодными капризами и реакцией организма на них. Мажьте колени мазью, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Уважаемые представители класса молодежь, не врите мне, пожалуйста, что вам незнакома головная боль, дискомфорт в суставах и скачки давления. Не врите хотя бы себе. Если ваши колени ноют, и вы знаете, что это к снегопаду, а если давление упало, то с вероятностью 101% послезавтра будет минус 30. Поздравляю, вы метеочувствительный человек. И одно дело, когда мы ставим себе диагноз сами, а другое дело, когда вердикт выносит профессионал. Вот мы и решили спросить у такого человека, что такое метеочувствительность и чем она отличается от метеозависимости. Ну, во-первых, метеозависимость – это не чисто неврологическая проблема. Это вообще общемедицинская проблема. Когда мы говорим про метеозависимость, надо сначала разобрать, что такое метеочувствительность. Метеочувствительность – это реакция организма на изменения окружающей среды. И метеочувствительность может быть физиологической, то есть нормальной, когда организм ощущает изменение погоды, адаптируется. И это происходит настолько гладко, что мы просто не замечаем эту перемену погоды. И есть патологическая метеочувствительность, которая уже называется метеозависимостью или метеопатией еще в литературе. Вот в этом случае уже появляются различные психические и физические симптомы, которые как раз и испытывает такой вот человек. При этом считается, что около 38% мужчин и 52% женщин в развитых странах страдают от метеозависимости. В нашем смартфоне под нас персонализировали практически все – новостная лента, предложка видео и так далее. И в мире здоровья практически то же самое. У каждого из нас своя реакция на изменения в погоде, и все мы на что-то реагируем. Вообще, что такое изменение погоды, на что реагирует человек? На изменение светового дня, размера светового дня, на изменение влажности воздуха, на температуру, повышение, понижение температуры окружающей среды, на атмосферное давление, повышение и понижение атмосферного давления, даже на то, насколько сильный ветер может реагировать человек. И здесь важно не то, какие сейчас погодные условия, а насколько сильно они меняются. Вот эта вот перемена требует изменения того режима, в котором работает организм. То есть, если взять конкретный пример, жара, летняя жара, в этом случае организм будет перегреваться из-за того, что окружающий воздух, тоже как бы температура повысилась. В этом случае сигналы идут от нервных окончаний, они поступают в головной мозг, и головной мозг начинает реагировать с помощью вегетативной системы, с помощью гормональных изменений. Это все приводит к тому, что начинают активнее работать потовые железы, и расширяются поверхностные сосуды подкожные. Мы это лучше всего видим на лице, то есть человек потеет и краснеет, и это нормально. Если при этом человек не испытывает дискомфорта, ну, кроме того, что он там потеет больше обычно, то есть у него нет головной боли, нет какой-то там общей слабости из-за погоды, то это хорошо, это нормально. Если мы говорим про повышение атмосферного давления, это тут же влияет на давление крови, на давление ликварное, то есть внутричерепное давление, и надо это компенсировать. То есть в норме идет изменение тонуса сосудов, и изменяется продукция спинномозговой жидкости, ее всасываемость в первую очередь. Это все приводит к тому, что выравнивается давление. И также реакция идет на все-все-все компоненты в окружающей среде. Разные пациенты, кстати говоря, реагируют на разные метеоусловия по-разному. И не бывает такого, что вот на любое изменение погоды человек реагирует. Если мы говорим, например, про боли в суставах, то они больше реагируют на влажность и на понижение температуры. И в этом случае, как раз если погода идет в сторону похолодания, как вот сейчас, пациенты реагируют. Если это жаркая, стабильная погода, этим пациентам очень хорошо. Гипертоники. У гипертоников и так есть повышенное давление. Если атмосферное давление повышается, они тут же на это реагируют. Гипотоники. Вот у многих молодых людей есть эта проблема. Пониженное давление, особенно у женщин, у молодых. И, конечно, понижение давления атмосферного, а это обычно осадки. Это приводит как раз к еще большему снижению собственного давления, уже на дискомфортные значения. И тогда обычно это проявляется головной болью. На самом деле симптомов много, потому что у всех проблемы с адаптацией бывают связаны с разными отделами организма, в которых есть проблемы изначальные. Это может быть упадок сил, какая-то апатия, очень сильная сонливость, когда пациент спит и все равно просыпается разбитым. Это может быть наоборот, очень сильная тревога, бессонница. Особенно часто это бывает наоборот, когда идет прибавка светового дня, и люди просто скакивают 4 утра. Солнце уже светит, они заснуть опять не могут. Вот может быть и такая ситуация обратная. Но здесь нужно, опять же, не снофорном закидываться, а пытаться какими-то другими способами, в том числе с помощью врачей, подобрать те пункты и моменты, которые в обычной жизни, которые смогут стабилизировать ваш организм. Понятно, что снег, понятно, что дождь. А вот кто подвержен влиянию погоды, не совсем понятно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Были проведены исследования, правда, не в последние годы, а в 90-х, 2000-х годах. И было доказано, что городское население в крупных городах, оно страдает метеозависимостью намного чаще, чем люди, которые живут на природе, в маленьких городах и, тем более, в деревнях. Это связывали как с уровнем стресса у городских жителей, с большим нарушением циркатных ритмов, то есть соотношение сон-бодрствования, также и с экологической обстановкой. То есть именно поэтому одна из рекомендаций как раз для таких людей метеочувствительных – это побольше быть на природе, больше гулять, дышать свежим воздухом, как один из компонентов профилактики. Ну и плюс образ жизни. Сельские жители, у них больше физической работы, у городских. Тут, конечно, по-разному, но часть населения у нас чисто сидячая работа, ничем не занимаются больше, и, конечно, сосуды не тренируются. Это тоже сказывается на том, насколько хорошо они могут адаптироваться. Вот я всю жизнь занимаюсь спортом, чего только не было. Шахматы, плавание, единоборство. На последних, кстати, у меня была пара травм колена и других суставов. И вот спустя уже много лет меня при смене погоды настигает она – суставная боль. Суставы, в которых идет какой-то хронический процесс, они больше предрасположены к тому, чтобы отекать и болеть в этот период. Другой момент – травма хроническая. Она приводит обычно вот эти вот старые застарелые травмы, они приводят к тому, что сустав дестабилизируется. То есть в норме, в суставе куча связок, которые этот сустав просто удерживают. То есть есть сухожилия, которые его двигают, и есть связки, которые его просто удерживают. И если хоть одна из этих связок порвется частично или полностью, конструкция становится менее устойчивой. И, конечно, этот сустав, в нем постоянно идут перегрузки, перегружаются и уже сухожилия, которым тоже приходится брать на себя функцию этих связок. Они начинают воспаляться и максимально воспаляются в суставы и сухожилия именно вот в холодную и холодной влажную погоду. Вот это вот сочетание хуже всего для суставов. А если я не хочу быть метеостанцией, но не нравится мне этот талант чувствовать погоду, можно ли как-то перестать ее чувствовать? У людей с метеочувствительностью, с метеозависимостью, у них есть склонность к обострению любого хронического заболевания, какой бы они ни были. Поэтому еще одна рекомендация – это как раз заняться вот этой своей хронической проблемой, не ждать, когда там проявится на фоне погоды, а заранее этим заняться. Если это сустав, который беспокоит, здесь как минимум надо заранее, во-первых, дообследоваться, если это нужно, долечиться, может быть, периодически требуется проходить физиопроцедуры, может быть, вот особенно сейчас погода скользкая, и если это нижние конечности, ноги, какие-нибудь суставы на ногах, может быть, имеет смысл ортезы носить для того, чтобы они дополнительно снаружи держали сустав, для того, чтобы его в ней перекружать. Ну и в тепле. Те суставы, которые болят, надо обязательно держать в тепле. У многих из нас переменной погоды появляется она – головная боль. И ладно, если бы она была обычная. Выпил таблетку – и все. А если это мигрень? На самом деле это не проблема только пожилых. У молодых тоже болит голова. И порой она болит даже сильнее, чем у пожилых. Здесь как бы несколько вариантов. Во-первых, есть первичные головные боли, которые ни с чем не связаны. Например, мигрень. Это как раз проблема молодых. И мигрень, она как раз очень часто бывает метеозависимой. Самые приступы мигрени могут провоцироваться изменением погоды. И это связано с тем, что в основе самого приступа мигрени лежит изменение тонуса сосудов. Резкий спазм, а потом расширение этих сосудов – это приводит к самой вспышке вот этой вот головной боли мигренозной. Ну, соответственно, условия окружающей среды, в первую очередь, изменение атмосферного давления может влиять на тонус сосудов. Организм по накатанной реагирует вот этим вот классическим вот этим механизмом развития приступа мигрени. И, соответственно, у такого человека с мигренью просто возникает приступ мигрени. Есть вторичные головные боли, связанные с какой-то другой причиной. И вот это как раз уже ситуация с пожилыми людьми, в первую очередь. Например, повышение давления. У пациента повышается давление, и вот этот гипертонический кризис, он приводит в том числе к тому, что начинает сильно болеть голова. И так человек и понимает, что-то у меня не то. Потом меряет давление – ага, еще и давление поднялось, не только голова болит. Вот. И тут связь может быть как с высоким давлением атмосферы, так и с низким. На самом деле людей, подверженных метеочувствительности, много. На проявление этого недуга влияет множество факторов – от беременности до страсти к кофе. Есть группы пациентов, которые предрасположены больше основного населения. Во-первых, это периоды в жизни есть такие. Это маленькие дети, и они обычно очень капризные становятся в этот период. И не дай бог, у их мамы есть тоже метеозависимость. Тогда и ребенку плохо, и маме плохо. И все друг с другом скандалят. Дальше. Это подростковый период. Период полового созревания – это гормональный шторм. И в этот момент тоже очень высокая метеозависимость. Это не значит, что это будет продолжаться потом. Это может все пройти, как только вот этот пубертатный период закончится. Следующий момент – это беременность. У женщин – это вообще выйдет все, что только… Все хроническое, все, что отодвигалось в сторону, оно проявит себя. И метеозависимость – это нормально, так же, как и повышенная эмоциональность в этот период. И даже после родов еще какое-то время может быть повышенная метеочувствительность, потому что организму требуется время, чтобы нормализовать гормоны, скажем так. Климакс. Еще один период в жизни и мужчин, и женщин, который в этот момент повышается, вот эта метеозависимость. Хронические заболевания. Особенно какие-то перенесенные тяжелые вещи. Например, инсульт. Вот у нас здесь отделение сосудистой неврологии. Это инсультные пациенты в первую очередь. И эти пациенты в первые несколько месяцев у них очень высокая, очень сильная метеозависимость. Объясняем этим пациентам, что это нормально. Это потом пройдет. А пациенты после операций, после тяжелой какой-нибудь ОРВИ, например, грипп, ковид. После ковида очень много информации о том, что первые полгода метеозависимость просто ужасающая. Потом это все сходит на нет. Если до ковида не было. Затем пациенты с ожирением. Пациенты с гормональными изменениями. Это сахарный диабет. Это щитовидная железа в первую очередь. Вот эти основные группы людей. Ну и есть просто периоды в жизни человека, когда у него в любом случае может быть метеозависимость. Это если он не выспался. Если он часто не высыпается. Если у него один день он ложится в 8, другой день в 2 часа ночи. И вот этот постоянный сбой циркатных ритмов происходит. В этом случае организм просто не может адаптироваться. Если это очень интенсивная работа по 10-12 часов в день. И умственная, и физическая работа здесь считается. В этом случае тоже просто возможности организма для адаптации не остается. В весенний период у всех у нас бывают авитаминозы. Это тоже момент, который может реагировать, реализовывать вот эту вот метеозависимость. И за употребление некоторыми веществами, которые сами по себе меняют тонус наших сосудов. Это кофе. Одна чашка в день нормально. 3-4-5 чашек в день – это уже много. Имеется в виду настоящий кофе, а не растворимый, который продается. Затем различные энергетики. За употребление ими. Если каждый день человек пьет энергетики, организм уже считает, зачем я буду регулировать тонус сосудов. За меня это сделают. И такой человек потом уже не может жить без этих энергетиков. Сигареты. Сами по себе, курение, оно сужает сосуды, суживает их. Это тоже, как еще один из механизмов, когда человек говорит, ой, я не покурю, я не человек. Вот это как раз связано с тем, что организм перестает контролировать тонус сосудов. И мы, кстати, всем пациентам с инсультами настоятельно рекомендуем бросить курить, если они курили. Потому что это снижает кровоток в головном мозге. И здесь, в данном случае, еще и метеозависимость усиливает. И алкоголь. Но алкоголь, он много на что влияет, в том числе и на метеозависимость. Ой, бараш, мне что-то поплачело. Ой, мне плохо. Зови всех. Особенность еще в чем? В том, что это не бывает так, что на улице пошел дождь, и вот у меня заболела голова. Нет. Тут бывает заранее, или за несколько часов, или даже за один-двое суток. Это связано с тем, что атмосферное давление, оно начинает меняться раньше. И чем больше вот этот скачок в одну сторону или в другую, тем более заранее появятся симптомы. К моменту, когда пойдет дождь, у пациента, наоборот, уже могут организм скоординироваться, и головная боль как раз закончится. Наконец-то пошел дождь, наконец-то у меня перестала болеть голова. И вот эта особенность, что симптомы появляются до изменения погоды. Но вот человек смотрит потом прогноз погоды, что-то у меня болит голова, и он видит, что завтра резкое похолодание пойдет на 10-15 градусов, холоднее станет. Или наоборот, резкое потепление, снегопады. Вот как раз вот осадки, это как раз характерно для головной боли у молодых больше. Такая связь. А у пожилых повышение атмосферного давления, это обычно, наоборот, стабильная погода, похолодание, либо, наоборот, потепление без осадков. И, ну, соответственно, у них вот в этот период обычно голова болит. Помните игру о могус? Так, где надо искать предателя. Так вот, среди метеочувствительных и метеозависимых тоже есть свои коты в мешке. Оказывается, некоторые люди притворяются. Есть еще такое понятие, как метеоневроз. Понятие нераспространенное. Я сама на него обратила внимание, только когда начала подробнее изучать тему метеозависимости. Метеоневроз – это когда человек, он знает про метеозависимость, и он уверен, что у него это есть. И происходит это как? Симптомы метеозависимости могут быть абсолютно разные. И, ну, самые частые – это обычно головные боли. И, как такой человек, он видит, что пошел дождь. Все неплохо. У меня начала болеть голова. Ах, это моя метеозависимость. Либо он смотрит прогноз погоды. Так, через неделю начинается похолодание. Он себя программирует. И через неделю, когда уже на улице стало холодно, у него внезапно что-то заболело. Или там просто общее самочувствие нарушилось. Вот это как раз метеоневроз. Метеозависимость, она не связана со знанием человека и начинается заранее. Допустим, вся эта история вас конкретно доконала. И вы решили положить конец этой эпопее. Что делать? Может ли оно само пройти? И вообще, когда пора идти к врачу? Такие вещи, как адаптогены. Это растительные препараты, БАДы. Но на самом деле, насколько они работают, сказать сложно. То есть, здесь оптимальные варианты – это именно нормализация своего графика. Обязательно какая-то физическая активность, чтобы тонус сосудов восстановить. Затем ложиться спать в одно и то же время, вставать в одно и то же время. Потом здоровое питание. Если это невозможно, то может быть комплекс витаминов какой-то хотя бы для того, чтобы все компоненты нужные в организм поступали. Обследовать заболевания, которые беспокоят, или симптомы, которые беспокоят. Если найдена причина, то подобрать лечение. То есть, если мы говорим, например, про повышенное давление у пациентов, должны быть препараты, которые пациент принимает постоянно. Плюс, конечно, врач должен сказать, если вдруг у вас внезапно будет повышение давления, гипертонический криз, пейте такой-то препарат. Этот препарат есть в аптечке, да, как скорая помощь, такая самостоятельная. Если это головная боль, то опять же, обследование. Заупотреблять обезболивающим и вообще, в принципе, нежелательно. И для каждого вида головной боли есть какие-то другие препараты и процедуры, которые могут уменьшить частоту приступов головной боли. Ну, это вообще головная боль, вообще отдельная тема. И, ну, если уже как бы все обследовано, пациент придерживается всех необходимых процедур, то в случае крайней необходимости выпить таблеточку обезболивающего, конечно, можно. То же касается боли в суставах и любого другого хронического заболевания. Ну, во-первых, заранее выпить таблетку в любом случае не стоит этого делать. Все заболевания, они все могут как-то корректироваться. Даже если взять инсульты, всегда назначаются препараты для вторичной профилактики, для того, чтобы питать клетки головного мозга у такого пациента. То есть назначенное лечение само по себе стабилизирует организм, в том числе нервную систему, уменьшает возможность вот этих всех перепадов, в том числе и давления, и пульса, и так далее. Но если, то есть первое, что надо сделать, если образ жизни здорового не помогает, это, во-первых, симптом обычно бывает какой-то один, может быть два, и эти симптомы как раз надо обследовать. Надо для начала понять, что у вас за диагноз. Просто так это все не происходит, всегда есть какая-то причина. У головной боли есть причина, у боли в суставах есть причина изначальная. Надо обследовать. Если все обследовано, поставлю, например, диагноз мигрень, при этом там приступы бывают нечасто и только, например, связаны с погодой. Все остальное исключили уже. В этом случае, если там приступы, несколько приступов, до 10 приступов, например, в месяц, можно вполне в этот момент, когда уже заболит голова, выпить лекарство. Но, как я уже сказала, заниматься самолечением не стоит. Сначала надо убедиться, что нет чего-то серьезного, на что вам организм намекает в данный момент только, когда меняется погода. А пройдет какое-то время, заболевание усиливаться может, и тогда уже даже вне зависимости от погоды эти симптомы будут сохраняться постоянно. И тогда, может быть, уже поздно с этим что-то делать. Кажется, дождь собирается или метель, или жара. В любом случае, что бы там ни было за окном. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что посмотрели его. Где-то здесь, как всегда, ссылка на наши аккаунты в других социальных сетях. Там в комментариях вы, как всегда, можете задать вопрос нашим экспертам, выразить свое мнение и предложить тему. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok